За новостями о продвижении украинской армии психолог Наталья не следит по телевизору, как и все, с кем корреспондент Евроньюз встречалась в Николаевской области. Каждый день она читает в соцсетях анонимные репортажи из первых рук. И она лично знает украинских солдат на линии фронта, а также волонтеров, которые пытаются помочь мирным жителям на территориях, временно оккупированных российскими силами. Все, что происходит в Николаеве и Николаевской области, это ужас, настоящий ужас. Невозможно вообразить, что происходит в Херсоне. Это буча номер два. Чем ближе украинские солдаты к Херсону, тем больше шансов, что гражданские останутся в живых. Несколько раз в неделю Наталья печет и отправляет еду на линию фронта, чтобы поддержать украинских солдат. Дорога туда очень сложная, но еще сложнее путь в Херсон, временно оккупированный Россией. Раньше туда можно было доехать за час, теперь для этого нужно потратить шесть дней. А потом на пропускном пункте российская армия может забрать жизненно необходимые лекарства, которые везут с собой волонтеры. Бесчетное число населенных пунктов на юге лежат в руинах, а местные жители были вынуждены бежать. Среди них Мария. От ее дома в Херсонской области ничего не осталось. Муж Марии эвакуировался последним. Через шесть дней после того, как ракета упала на порог дома и обожгла ему ступни, а также уничтожила построенное им семейное гнездо. Мои внуки, дети, такие хорошие люди, все они. Война разделила нас, говорит Мария. Вы все вынуждены были уехать из деревни? Да, и наш внук приезжал. Он спас дедушку. Для этого молодой человек пешком под обстрелами дошел до деревни. Операция была слишком рискованной для любой гуманитарной организации, работающей поблизости. Широкая сеть благотворительных организаций и волонтеров поддерживает украинскую армию и нуждающихся в помощи. Несмотря на чрезвычайную усталость и выдающуюся приверженность своему делу, усилий волонтеров недостаточно, чтобы справиться со всеми разрушениями, которые принесла с собой российская агрессия. Мы лично знаем многих солдат, которые сантиметр за сантиметром возвращают нашу землю. И мы очень благодарны им. Мы стараемся делать все возможное, чтобы приблизить победу. Для жителей Юга Украины продвижение украинской армии означает окончание непосредственной угрозы для них и их семей. И шанс на восстановление.